И снова здорово! Всем привет! Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. Сейчас мы подошли к сету номер два. Это вибрационная техника. Я вам уже говорил, что вибрация у нас входит в каждую технику. Мы начали уже с того, что начали раскачивать тело человека. Это уже первая вибрация. И, соответственно, если бы... Ну, вообще будет большой филигранность в вашей работе. Если вы делаете все движения массажные, вот эта вибрация, видите, до сих пор там скачается. Сохраните до конца. То есть, до конца массажа, чтобы вы не делали, чтобы вы не прожимали, у вас все равно эта вибрация у вас остается. Ну, это уже как бы отдельный вопрос о мастерстве, который придется опытом, естественно. А сейчас мы... Что сделаем? Сет номер ноль у нас был подготовительный. Сет номер один. Это мы растирание сделали, все уже растерли. Сделали выжимки. И сет номер два, получается, отдельно вот такие вибрационные техники. Соответственно, вибрация у нас целью является для расшатывания всех суставов связок. В основном это идут вот сам позвоночный столб, да. От него отступаем примерно три пальца. Это получается трюбина-поперечное сочленение. И желательно во всех плоскостях все это расшатать, все это пробить. Значит, первое. У нас получается плоские координаты, да. Это значит, что плоскость есть стола. Вот, Y, X. Мы техника тряска осины и техника змейка делаем. Техника тряска осины. Соответственно, вот мы раскачали копчик. Переходим мимо позвоночника на пары витебральной мышцы. И через них, соответственно, мы на реберном поперечном сочленении разъясним. Вот там вот мы их растягиваем. Вибрация это не раскачивание вот такое, да. А это именно вот тряска такая. То есть, я вам уже до этого говорил, да, что все наши движения желательно идут от бедра, от корпуса. Это единственный, пожалуй, прием, который идет от самих пальцев. То есть, пальцы вот напрямую в реке. Вот прям поставьте сейчас вот так вот и потренируйтесь, чтобы их не было видно в кадре. То есть, вот они совсем расшатались. Почему-то тряска осина называется. Потому что вот вам домашнее задание. Попробуйте выйти там в парк, в лес, да, и найти какое-нибудь дерево примерно такого диаметра, да. Поставить туда ладонь и потрясти. Если это осень, то листва осыпятся. Если это зима, то снег должен осыпаться, да. Все должно осыпаться. Вот идет быстро такое движение. Но обратите внимание с упором. Как говорит мой дед, везде важны нюансы. Вот смотрите, мой вес тела. Я стою возле таза, да, вот это на бедре. И шагаю всем корпусом вот сюда к плечевому поясу. Вторая стопа здесь стоит. То есть, вот отсюда я начал. Упор, видите. Всем корпусом. Давление создаю и переношу весь тело вперед. То есть, наша цель все-таки не кожу трясти, понимаете, да. Это все у нас, вот все вибрации. То есть, растирание было. Воздействие на кожный покров. Вибрация. Воздействие на кости уже. На кости и связки, соответственно. Дальше будут локтевые техники. И кулачков эти какие-то воздействия на мускулатуру, мышцы, фасции и связки. Так что, пока мы сейчас на кости воздействия. Начинаем с таза. Это вот раз красина. Змейка. Подготовимся с того, что в классике используется классический прием двойной кольцевой захват, двойное кольцевое разминание. Желательно, чтобы у вас ткань, тело человека, вот она шла и переходила, видите, одной такой цепочкой, волной вот такой-то, одной волной ушла она. Опять же, все движения идут снизу вверх, в сторону головы. Это мы потренировали сбоку, да. А здесь там важна паравертобральная мышца, вот эта, да. Вот ее захватом получается пальчиками, да, ее в полную ситуацию не захватишь, сила доню. Берем пальчиками и вот так вот мы ее проходим до конца. Обратите внимание, таз до сих пор шатается. Вот небольшие нюансики такие, смотрите, вот эту сторону смазали, да, и вот на одном пальчике ложка вот прям буквально балансирует, да. И мы ее ведем, вот смотрите, раз, ее уводят, видите, к центру позвоночника. То есть мы ввели по мышце, вот все нормально, нормально, и тут раз, съезжает. Ставимся выровнять, не получается, не получается. И вот выровнялась, вот видите, вот она выровнялась, на ось пошла. В смысле, ушла с оси на мышцу. То есть это говорит, что вот отсюда до сюда какой-то мышечный спазм, вот она раздута, мышца, видите, наплывает прямо на позвоночник. Этот участок, еще раз показываю, идем, идем, идем. Оп, видите, соскользнули. Раз, будет прям соскальзывать сюда. Ну вот так это мы просто для тренировочки чувствительности нашей проверяем с ложкой. Так, еще один нюанс. Можно, конечно, вот эту тряску осины делать, да, не корпусом, а вот так вот, да. Никто, в принципе, не запрещает, но по принципу эргономики, да, если вы экономите свои силы, да, то так у вас идет излишнее напряжение на локоть и на мышцы подплечья. Вот так вот у вас будет напряжение, понимаете, излишнее. Поэтому лучше корпусом своим, вот корпусом раз, надавили. И за счет движения корпуса локоть прямой, видите, мы давим, приобретаем поперечное сочленение через паравертибральные мышцы, туда прям проникаем, и там так же может все прохрустеть, чего мы, собственно говоря, и добиваемся. Итак, у нас, друзья, это получается раз, мы подушечку пальцев как бы вот тестируем, да, второе, мы самим пальцем, костяшкой пальцев упираемся в остистые, и вот мы их подбиваем, видите. И обратите внимание, это не массажные движения, не туда-сюда, вот мы вводим по мышцам, а именно в кости, в кости. Упираемся в кости. Еще раз обращаю внимание, что вибрация это воздействует на кости и связки. Третье движение, из чего оно состоит, это выжимка, вот прижали плотно и выжимаем все соки, мешает всю жидкость, лимфу, вот все туда, в подмышечную впадину. И четвертое, что мы делаем, это мы ротацию добавляем, чтобы подбитие было существенным, да, хватаем еще за ребра, и за ребра вот его, ротация вокруг оси, ну здесь, соответственно, за таз. Ну и теперь сам фокус, все это объединяем, четыре в одном получается, да. То есть вот воткнули свой палец, прямо вот где вот, опять я садим вот сюда, в ямочку, да. Как воткнули? Кому-то, кто-то терпит, можно прямо вот так вот острием. Кто-то не терпит, да, можно помягче делать пальцем вот так вот, вот этой частью пальца. Кому-то еще надо мягче, но вы, естественно, спрашиваете у человека, так терпимо, значит, делается пожестче. Если нет, то можно развернуть палец вот так вот, смотри, бочком, да, и боком вот мы ведем. Вот так вот, трясем, вот она, давайте, допустим, боком, да, за таз взялся. И вот я с ротацией веду, с утяжелением, утяжеление на палец, не на сюда, а вот на палец утяжеление. Вот за ребра уже подкручиваю. Вот прошел этот блок, про который я говорю, который ложку обнаружил, да, тут какой-то блок стоит. Ямочка, а над ним блок. Вот протестировал, а вот еще один блок, второй. И это наше первое глубокое внедрение в тело человека, которое как бы подсознание подсказывает, что дальше будем работать еще глубже. И дальше мы вот, где закончили, там остановились вот здесь. Будем работать кулаками, достаточно жестко уже прорабатываю лопатку. Но это будет сет номер три. Об этом в следующем видеоролике расскажет вам великолепный Олег Гудвин. А лучше вам не смотреть, а быть здесь и все познавательно, живой натуре, на практике. И с понедельника снова в бой с готовыми навыками к высококвалифицированной, высокодоходной профессии. Пока-пока.